Камил, ну первый вопрос к тебе, давай просто перейдем к главному бою и о том, как все-таки случился этот поединок. Так, ну с Нариманом здесь все понятно. Он чемпион, который защищает свой пояс. По-моему, три защиты, да, было? Три защиты было у Наримана. Это, значит, Шамиль Амиров, ну последовательность здесь не важна. Это Куат Хамитов, это Шамиль Амиров и это Шамиль Завуров. Значит, что по Марифу? Как Мариф оказался участником чемпионского боя? В свое время мы задумали бой Мариф Пираев против Куата Хамитова. Слова Марифа. Куат там хороший боец, заслуживающий уважения, безусловно, да, но главная цель моя в поединке с ним, это завоевать право драться за пояс. Если я выиграю у Куата, я имею право на то, чтобы подраться за пояс? Я считаю, что да, потому что Куат дрался за пояс, у них с Марифом был такой очень-очень близкий бой, все это знают. Ну по-своему даже Куата можно легендой единоборств назвать. Я Мариф сказал, Мариф, если ты выиграешь, вперед. Мариф выиграл. Следующее наше условие было важным, оно еще до конца не выполнено, выполнено оно или нет, мы узнаем 9 июня, это вес Марифа, потому что мы все знаем, что он в основном представляет другую весовую категорию 7-7 килограммов, на что Мариф и его команда сказали, диетолог, там другая подготовка, но в принципе сегодня из социальных сетей видно, что Мариф с точки зрения питания по-другому относится к подготовке, это факт. Вот так этот бой и получился. Теперь, я думаю, все согласятся, что это действительно жаркое противостояние. Нариман Аббасов, Мариф Пираев. Этот бой на самом деле ждут. И сейчас, когда говоришь Аббасов, Пираев, все говорят, да, ну это конечно уровень. Вот и все, значит мы не ошиблись. Но у тебя там за спиной сидит вот претендент, который тоже, мне кажется, хотел бы ворваться в эту историю. Да, но смотри, он хотел и хочет, и мы все знаем, что он, видишь, даже символически, он как бы у Марифа получается здесь за спиной, да. То есть, да, он ждет своего часа. Да, там двигайся, брат, все нормально будет. Он ждет своего часа, то есть если Мариф не сможет драться, вес не сгонит, ну любая другая причина, то Магомед будет его заменой. Почему, например, кто-то скажет, почему Сулумов тоже три боя выиграл, да, в лиге? Два. Два, да. Кто-то скажет, почему он. Ну потому что, во-первых, он такой путь в лиге, как Мариф не прошел, раз. А во-вторых, потому что уровень оппозиции, знаешь, Мичилов очень крепкий парень, его нокаутировал Мага, но все-таки имя пока еще не то. Поэтому по именам Мариф его явно опережал, и вот поэтому Мариф здесь сейчас, а Мага пока во втором ряду, вот и все. Но если имеет что-то сказать, пусть скажет. Во-первых, приветствую всех. Это очень хороший титульный бой, но я считаю, что Нариман и Мариф, как бы, эта вся тусовка держится на мне, потому что без меня этот бой на грани срыва. Я контролирую это все. А то, что Мариф сделает, вес не сделает, я думаю, в любом случае это дело времени, я выйду драться за титул и заберу его в итоге. Он сейчас, ну кроме шуток, он же сейчас спасает, пока в данный момент. Он говорит, вы не переживайте, мне в первую очередь, я бы переживал, я думал, а что если этот бой сорвется? Он говорит, вы не переживайте, я здесь тоже есть. А у него у самого бой с Романом Авдалом. Авдала, если бы сейчас успели, мы бы его сюда пригласили, но только вчера этот бой буквально позавчера сложился. Он в свою очередь тоже очень крепкий Авдал, он такой заслуженный боец. Поэтому здесь, в общем, скажем так, интриган и интриган. Кстати, Нариман, Мариф, я вас всех попрошу, знаете что? Давайте мы все, просто из уважения к индустрии, из уважения к зрителям, которые здесь сегодня, давайте мы все равно будем помнить, что мы представляем индустрию смешанных единоборств в ее самом лучшем виде, в ее нормальном, серьезном виде, да? Ну, трешток – дело хорошее, я сам как бы пионер этого дела. Но хочу напомнить, что мы не на диванах сидим, на этих белых, как, знаете, принято бывает в лигах поп-ммэй. То есть я вас разнимать не собираюсь, понимаете, да? То есть как бы ни было, можно зарубиться. Нет, наоборот. Давайте в любом случае мы сегодня будем… На слова зарубить. Нет, искусство – это сказать, хорошо сказать и хорошо ответить. Это же искусство. Это же гораздо сложнее, чем с дивана друг на друга прыгать, правильно? Ну все, так просто, чтобы никто не забывал. Окей, идем дальше. Я хочу вот слово предоставить Ярославу Степанову. Ярик, тебе микрофон. Всех приветствую. Камил, вот первый вопрос. Камил, здесь. Вот может ли лига, ну и ты в частности сейчас обозначить условия, при которых этому поединку может понадобиться замена в лице Магомеда Сулумова? То есть, не знаю, если кто-то не сделает там 200-300 граммов, не состоится ли главный бой? Да, все на самом деле немного более гуманно. Гуманно. То есть, если Мариф не делает вес, то он уже не дерется за титул. Да, это первое. Если, Мариф, по-моему, всю пресс-конференцию вокруг твоего веса будет разговаривать. Весы принесите ему. Я сделаю вес, я выйду, я подерусь. И все, давайте закрыли эту тему. Ну я тоже считаю, что он сделает вес все-таки. Тогда, Ярик, тогда сделаем так. Я тебе лично отправлю такую небольшую вырезку из контракта, где нет ни цифр, ничего, это же конфиденциальная информация, в которой подробно расписаны условия. Договорились? Договорились. Все, чтобы твой вопрос не остался без ответа. Вообще, просто я спрашивал про обоих бойцов, не только же Мариф дерется, еще Нариман дерется, и у него тоже есть возможность не сделать вес в этом бою. Может ли, например, Магомед выйти на замену Нариману? Да, Мариф, мы Наримана можем про вес спросить? Про его? Я не помню, чтобы Нариман вес не сделал. Нариман, иногда я буду помогать. Спасибо Марифу, что Мариф, как сказал, что переводишь. Я всегда, конечно, рядом с Нариманом. Я думаю, что в мире очень мало таких, не буду себя похвалять, таких тренера, что всегда рядом, готовят, там все. Получается, Нариман я и менеджер, и так далее, и так далее. Насчет веса, Нариман всегда вес сделал, он всегда. Даже, я помню, когда простые просто бои были, он всегда вес сделал. Вообще-то я своих ребят так готовлю. Даже они на простые, вот в Баку, которые турниры проходят, они которые 6, кто-то гоняет, 4 гоняет, 10 гоняет. Я им сперва говорю, что надо просто гонять, и на это должен привык, и человек профессионально. Ты на это должен готовиться, потому что это сам тоже один процесс, это все. Я думаю, что насчет Марифа веса, я вижу, что Мариф тоже, конечно, настроен, что он будет вес гонять. Конечно, я знаю, что он будет вес гонять. Ну, он может в обморк попасть, в больнице попасть, конечно, это не будет. Я думаю, что если он правильно сделал, не будет. И, иншаллах, хороший бой будет, очень хороший бой будет. И Нариман очень жестко на этот бой готовится. Спасибо. Давайте про вес оставим эти разговоры. Поинтереснее задавайте вопросы. Этот бой 100% пройдет. Я думаю, и Нариман сделает вес, и я выйдем, зарубимся, закатим хороший бой. Что за вопросы про вес, вес? Что, больше нету, что ли, вопросов? Даже Fight Nights в официальном проно анонсирует, что главная тема и главная интрига – это сделает ли Мариф вес. Нет, я переживаю по этому поводу. Получается, это будет первый бой в Fight Nights с пятираундовый и чемпионский по новым правилам. То есть борьба ограничена одной минутой. И вопрос Марифу и Нариману. Насколько для вас, в принципе, вот этот формат будет комфортен в формате 25 минут? И как относитесь, в принципе, к этому изменению в Fight Nights? Салам алейкум всем. Мне разницы нету. Я буду свое дело делать. Партия или стойка. Особо я стойко буду работать. Мариф, для тебя. Камил, ты сколько заплатили, чтобы минуту партия сделали? Нет, так-то мне без разницы. Мариф, мне когда говорят, столько заплатили, еще говорят те, кто мне не может столько заплатить. Я же шучу. Нет, еще раз. У меня коммерческая организация. Мне если заплатят, я правила поменяю. Я как есть говорю, какие проблемы? Так же? Мы же бизнесом занимаемся. Но правила можно менять до какого-то момента. После этого уже начинается абсурд. Правильно? Я вам могу сказать на примере Владивостока. Практически даже изменения незаметны. Потому что очень редко бойцы проводят больше минуты в партере. Вот у вас был очень вязкий бой с Куатом, помнишь? А если посмотреть, вряд ли вы больше минуты проводили. Встаешь, падаешь, снова встаешь и так далее. Я прокомментировал. Но если есть предложения вот эти, я готов. Все через Камила. Мне в принципе без разницы. Я базовый боксер. Я буду и в стойке, и бороться. Я буду все делать. Я там на минуту эту не буду надеяться, что там в партере что-то сделать. Я буду все делать, все для победы. Поэтому для меня не важно. Минута, 30 секунд. Я туда выйду, выигрываю, это все. Артур, это не тебе хлопают, не подумай. Опоздал на полтора часа тоже. Артур, главное, чтобы ты на бой не опоздал. Нет, все четко будет. Ты где задержался, в мэрии? Мы не задержимся, мы вовремя приезжаем. Хорошо. То есть вы кто? Государство? Ну, можно так сказать, да. Хорошо. Еще поговорим с Артуром, уверены, к нему будут вопросы. Артур уже потихоньку приближается к званию ветерана организации. Вот, кстати, Мариф реальный ветеран организации. Он там биджамина, брынзу душил еще в каком году, Мариф? В 2013-м, да? Ну и Нариман тоже, уже ветеран. Хотя еще молодые ребята. Вопрос к Камилу. Это снова касается правил. Вот если мы обратимся к турниру во Владивостоке, честно, не помню, чей это был бой, но там было очень много работы в Кринче, Усетке, в Стоите. И на мой взгляд, это гораздо менее зрелищно, чем любая работа в партере. Вы не думали уже теперь, так скажем, на вот эту вот часть, какое-либо новое правило применить? Есть, и эта мысль тоже. Я просто насмотрелся на этот бой, когда у Усетки сейчас Гасаинеев с Костой. Из 15 минут, 12 минут Усетки простоя. Ну вот видимо, он сначала. Да, но здесь, во-первых, это редкость. Я такой бой, я не знаю, я его 10 лет уже не видел. Это раз. Во-вторых, здесь нужно присмотреться. Знаешь, сразу сгоряча сказать, давайте отменять. Там еще все немножко сложнее, они постоянно у сетки разворачиваются. То один, то второй, то один, то второй. Их там тяжело от клетки будет, от сетки отрывать. Но в целом тренд на повышение зрелищности, он налицо. И, по-моему, только один или два случая, Шарип, не помнишь? Ты внимательно за этим правилом смотрел. Один или два случая было, когда подняли спортсмена во Владивостоке. И зритель с одобрением, с одобрением встретил. Все говорят, о, интересно. Так, засвистели люди с удовольствием. Поэтому будем дальше этот тренд развивать. По поводу турнира, который пройдет 10 июня. А нет ли такой идеи сделать какой-нибудь бой, который был бы интересен не только фанатам ММА, но, так скажем, более широкой аудитории? То есть ты считаешь, что бой, например, Марифа и Наримана, он более широкой аудитории не интересен? То есть Мариф мало поработал в поп-ММА, чтобы стать... Тут уж мне кажется, что сколько в поп-ММА ты не поработай. В любом случае все эти бои будут интересны только тем, кто следит. Это пока не бой, это пока один человек, да, чтобы подраться же двое нужны. Один человек есть. Азиз, Азиз, можно тебя поднять, тем более ты большой парень. Смотрите, Азиз, мы думали, что он подерется с Мишей Кокляевым. Просто Азиз близко дружит с Моргенштерном. Моргенштерн близко дружит с Азизом. И там что-то было, да, Кокляев в сторону Моргенштерна и так далее. И Азиз пришел и говорит, вот, я там был в офисе, он приходит и говорит, я такой-то, такой-то хочу зарубиться с Кокляевым. Я говорю, слушай, ну а с чего ты вообще? Там многие хотят, к примеру. Нет, у меня есть причина, и он там показывает высказывание Кокляева. Я говорю, слушай, ну сейчас давай не будем на Кокляева нападать. Всему свое время, может быть, ты Кокляеву станешь интереснее. Но если ты хочешь попробовать свои силы, вперед, вот площадка Fight Nights пробуй. И так родилось участие. Хотели его бой с Берчиком провести, но в итоге пока этого нет. Поэтому, если, кстати, есть интересная идея, 10 июня Азиз будет драться. Дайте какого-нибудь интересного, медийного, большого парня. Именно большого. А так, Илюх, спасибо. Всем салам алейкум. Меня зовут Азиз. Я начальник охраны рэпера из Гестного Моргенштерна, признан иногентом в нашей стране. Также основатель Кайфси Хьюти, чтобы познакомиться с вами. Да, я очень хотел бой с Кокляевым. Но мне сказали, пока не торопись. Вот тебе, Берчик. Сегодня мы узнали, что он получил травму. Дай бог найдем хорошего соперника. Иншаллах, подеремся 10 числа. Это мой будет первый бой. И мне приятно находиться здесь, в количестве бойцов. У меня первый раз в такой атмосфере. И еще раз всех приветствую. А Азиз? Вам как вообще с Моргенштерном, начальник безопасности? Тяжелая работа? Кропотливая, да? Меня знаете, кто все время ничего не подумает? Меня люди так заставляли немножко улыбаться. Знаете, есть такая картина. Ходит такой небольшой блогер. Ну, например, Гусейн Гасанов. И за ним идут такие две здоровые машины по 2 метра ростом. Наблюдали эту картину? Все, он там по сети ходит. Я всегда думал, эти люди, они что? Вот если что-то произойдет, они что будут делать? Вот подойдут два дагестанца такие крепенькие, небольшие такие, на суете. И начнут их там кошмарить. Ну, так и будет же, да? Ну, что они будут делать? А, ну, заплатят, да. Ну, вот так, да? Я всегда на это смотрел как-то со смехом с каким-то. Теперь точно все начнут подходить. Ты сказал, заплатят. Нет. Да, к ним пускай подходят. Зарабатывайте, бацан. А с Азизом-то другая ситуация. Во-первых, он начальник службы безопасности. Он там всегда ходит где-то в сторонке. Во-вторых, этот человек может ударить плотно. Давайте посмотрим на это 10 июня. Азиз, удачи. Продолжай готовиться. Соперника найдем. Аморгенштерн. Чем бои вообще смотрит? Дайте микрофон. Илюх, дайте микрофон Азизу. Чуть-чуть на эту тему давайте. Сейчас поговорит с Азизом. Алишер, он увлекся боями после хардкора, когда его пригласили комментировать. Но он очень ждет, чтобы я вышел на риг. Он сам хочет, скорее всего, в будущем боя. Может, слышали там конфликт между другим блогерами. Я не помню, как его зовут. А зачем Алишер и драться, когда есть Азиз, когда? Ну, он сам хочет драться. Вот о чем речь? Ой, 115. На стул встань, на стул. И со стула качай с ним. Алишер следит за боями, ему нравится. А, да, ну хорошо, то есть 10 июня будет смотреть. Да, конечно. Мы ждем тогда видео, как он там народ собрал и смотрит. Да, он будет твич проводить, прямой эфир. Все, договорились. Тогда одинокс ставка. Имейте в виду, что Моргенштейн будет педалить эту историю. Конечно. Вы не смотрите, что он иноагент. Это пока не преступление. Он 10 июня будет конкретно распедаливать эту историю. Имею в виду. У себя там везде. Будем следить внимательно. Все, следите, чтобы логотип там, все, что было. Хорошо? Так, Алишер. Давайте продолжим. Привет, Камил. Да, серьезный человек Игорь Лазорин. Значит, будет сейчас серьезный вопрос. Ну, не такой серьезный. Ты почему до сих пор совместный эфир не провел? Мариев, ты, Нариман. Всему свое время. Потому что Инстаграм является экстремистским на территории Российской Федерации. Какая ситуация с боем рэкбиста против Анатолия Сульянова? Расскажи, пожалуйста. А какая связь? Моргенштейн, рэкбист Сульянов. Ну, это же около боей. Не сказать, что это прям что-то профессиональное. Кстати говоря, там Толя Сульянов Алиха и батя задушил в этом. Или нет, рычаг локтя сделал. Мне вот сейчас видео попалось. То есть он уже, видимо, травмы, травмы уже нет, да, судя по всему. Ну, значит, мы договорились так, что я летом еще раз обоим позвоню и напомню о том, что оба собирались драться в октябре. Если все в силе, вперед. Ну, то есть, как сказал Толя, я травмирован, мне нужно время подлечиться. Рэкбист сказал, хорошо, посмотрим. Вот сейчас им поговорили, давай в октябре. Начался опять разговор, вот деньги, я говорю, подождите, вы сначала скажите, что вы готовы. Я же вам контракт отправил, в нем цифра 10 миллионов, правильно? Все знают. Но я пока не услышал от них, что вот все точно, я в эту дату дерусь. Пока оба сказали, мы готовы. В июне, давай после 10 июня я обоим наберу. А по каким правилам? По нашим? ММА? По новому. Да? Ну, а у нас все по новому. Чемпион тоже новый будет. Хорош, хорош. Мариф, реакция неплохая, чувствуется человек на диете, реагирует резко. Камил, как реагирует Союзовый Мэр России на ваши правила? Или вам без разницы, как они реагируют? Ну, сейчас Союзовый Мэр России вообще другими вещами занимается, как вы видите. Там Федор Емеляенко, Ратмир Габдуль, у них там сейчас в своей пике, так скажем, да? Я надеюсь, что они договорятся, они же товарищи все-таки, да? Должны договориться, потому что, если так дело пойдет, то Союзовый Мэр России просто не сможет реально влиять на все остальное. Будут заниматься просто вот этими междоусобицами. Они никому не нужны, я считаю. Вот. Ну, поэтому они никак не... Пока не отреагировали. Юра Батман, который у нас часто бывает главным судей, он мне написал, хочу 10 июня быть и судить. Вот для меня он, как бы, один из участников процесса под названием Союзовый Мэр России. Они готовы. Бои по вашим правилам точно попадают в шердог? То есть, в этом плане все понятно, все чисто? Или там есть какие-то вопросы, которые могут возникнуть? Ну, не знаю. Если возникнут вопросы, тогда будем их решать. Потому что это, ну, такой важный вопрос. Ну, конечно, важный. Ну, а что, сейчас многие ребята, если нет шердога, то ребята не будут драться. Тогда мне придется вернуть правила обратно. А что делать? Вот ему нашли точку, которая вернется обратно. Я не могу пилить сук, на котором я сижу, ты же понимаешь. Да. Ты, кстати, один из немногих промоутеров, которые говорят о суммах гонораров. Скажи, пожалуйста, гонорар Марифа и Наримана в общей сумме, это до 5 миллионов рублей или больше? Нет, побольше, конечно. А за счет чего гонорара побольше? Во-первых, за счет того, что у нас есть генеральный партнер 1Х Ставка. Хорош, хорош. Это раз. Во-вторых, потому что, ну, а что они не заслужили? Я вот за что всегда топил? Вот кто-то говорит, да вот, файт найс, там мало платят. Я иногда вообще не плачу. Иногда еще даже деньги беру. Что такое 5 миллионов? Даже Альфреда 5 миллионов дает за бой. У него там булку вешь, 5 миллионов дает. Тут, конечно, больше. Смотрите. Чувствуется, что человек из поп-ммэй, где суммы пишут там 10-20 миллионов. Главное, планку. Эту мелочь оставь, бравь. Игорь, смотри. При всем при этом, ты спросил, почему я сейчас отвечу на вопрос. Есть кое-что, что дороже стоит. Вот, это пояс. Мари уже может там, я не буду называть промоушены, на которых он в теории мог бы сейчас выступать, там, по разным правилам, не гонять вес, драться с разными людьми, там, да, вот, и зарабатывать может быть больше. Но пояс чемпиона, он же не выиграет. Он же столько уважения не получит. Понимаешь? Все равно здесь деньги, нет, точнее так, здесь уважение плюс деньги. Ну, Камри новую, а где-то, может, Мерседес купит. Это такой момент, кому что нужно. Согласен, что ты, может быть, поясом себя не прокормишь, да, но в долгосрочной перспективе он тебе больше даст, если ты это правильно используешь. Вот и все. Ну, кстати, на Камри-то у тебя и не на одну хватит, Мариф. Мариф, а ты, кстати, так не очень серьезно про Альфреда сказал, ты туда возвращаться не собираешься, да, мы так понимаем? Почему? Ты так сказал, пять даже Альфреда платят. Ладно, давайте не будем Альфреда трогать, он близким другом хочет стать. Нормально, нормально. Нариман, много разговоров было о том, что ты можешь уйти из Fight Nights, можешь подписаться в какую-то другую организацию, в UFC и так далее. Тогда зачем тебе с Марифом бой, если столько было разговоров, что ты уходишь? А с кем ему драться, хорошо? Легкие деньги. Не, ну ты тоже, пусть человек скажет. Давай я отвечу вместо Наримана, Нариман сейчас будет тяжело, ты такой быстро-быстро скоростной даешь. Вот про пользу я тебе просто скажу, я знаю, что у тебя хороший канал, мы тоже смотрим, иногда лайкаем. Не знаю. Спасибо. Поезд, про пользу я вам скажу. На самом деле вот Камил вот, Камил отлично вот концовку дал. Я не буду сказать другие там, ну, которые ребята там дерутся, это плавнее. Там нормально, молодежь смотрит, там ребята выступают, там может быть. Вот такая ситуация была, я сейчас отойду от этого. Вот один раз мы в Дагестане были, мы в горах были, там в горах турнир был. Нариман тоже там выступал. Ну, наверху просто ребята наши выступали. И внизу тоже у нас бой был. Не знаю, на этот бой смотрели, там драка была в Дагестане, там все напали на нас. Там такой момент был. Я Нариман говорю, Нариман говорит, тренер, ты не знаешь, наверху в горах такие ребята. Они такое колено дают, искры дают, из глаза искры выходят. Но ребята не имеют значения, в каком организме выступают. Насчет пользы я вам скажу. Вот Наримана, президент лично, вот на встрече был, поздравил, на этот бой смотрел. Именно вот этот бой смотрел, что вот четко он описал мне, вот как этот бой прошел, там нормально. И в этом году ему трехкомнат в центре в городе, ему квартиры, президент лично подарил. Вот, а вы говорите, чемпионский поезд. Вот вы. Да, вот этот чемпионский поезд, я ни в коем случае, ребята выступают там, там других организаций, или других компаний, или других по-разному, да. Все выступают, молодежь себя показывает, им там комфортно, ну, тихо-тихо, они, их для них там. Насчет UFC, я так скажу, Нариман, ну, на самом деле, ну, не только я тренер так говорю, что он хороший бойец, он на самом деле хороший бойец. Вот, я всегда Камилу говорю, что Камилу, ему ты хороших бойцов дай, ты увидишь, просто ты его увидишь. Он говорит, Шахрян, он такой, иногда у нас разговор, он полненький такой, ну, Нариман очень непросто, он опасный бойец. Вот я про него, Марифу тоже очень тяжело будет, я вам говорю, Мариф хороший боец, у него немало боев, он опытный боец. Я даже, Нариман говорю, Нариман, ни в коем случае на этот бой нормально подойти надо, он нормально готовится. Насчет UFC, слово дали, мы знаем, кто слово дал, я не хочу сказать, что все знают. Ну, мы подождали, подождали, я не стал ему там давить, что, ну, ты слово дал, или не слово дал, некоторые такие моменты. В принципе, Нариман выступает здесь, ему здесь хорошо, я сказал, вот квартиры дали, нормально, Камил платит ему, хорошие деньги дает. Но он не жалуется, вот так скажу. Вот впереди тоже, вот такой план есть, если двух организаций, вот IMC, Fight Nice или Eagle, чемпиона будет выступать, вот это тоже, вот на этом пространстве это новая тема будет. Потому что все говорят, ну, наши чемпионы, ваши чемпионы, а сейчас, если на это пойти, я думаю, что это новая, новая Аль Торрес будет. Спасибо. Звучит как тост. Нет, там знаешь, как, я быстро по UFC, во-первых, просто бой с Шамелем Зауровым, сказали, был разговор о том, что там Хабиб переговорит в UFC по поводу подписания возможного Наримана. Хабиб говорит, давайте так, чтобы никого не задерживать, давайте там до февраля, например, если я сделаю это, то да, если нет, я не хочу держать Наримана, который может выступать дальше. До февраля это не случилось. Ну, причина понятна, их же миллион, вы же знаете, в очереди, там сколько ребят, которые 70 килограммов готовы были бы выступить. Это первое. А второе, сейчас ты на чем заканчивал-то? У меня какая-то, ладно, была мысль, она ушла, ничего страшного. Марив, как закончится ваш бой? А, там Мехди Дакаева же, как бы мы вспомнили, да, я просто, кто чемпион в Игол и в сей. То это тоже интересная штука, Мехди Дакаев, например, против Наримана за объединение. Но сейчас, по-моему, Игл больше на Америку рассчитывает. Так есть, Марив, как ваш бой закончится и в каком раунде? Зачем тебе Мехди на ремонт, здесь я есть. Как вы можете, Шахриар, как ты можешь говорить про Мехди Дакаева, когда здесь Сулумов сидит? После этой защиты вас тоже год ждать. Марив, в каком, да, спасибо. В каком раунде закончится ваш бой и как? Я не рассчитываю на легкий бой или там на какой-то раунд. Я буду все пять раундов работать, доминировать, растаскаю Наримана стопроцентно. Я уверен в себе, я как никогда готовлюсь. Поэтому бой покажет. Я не знаю, первый раунд, пятый, четвертый. Я к легкому бою, ну, не рассчитываю на легкий бой. Выйду, я хочу прям трудовую, заслуженную победу. И закрыть многим рты, которые там пишут, Нариман другой уровень. Я не отрицаю, он очень сильный, хороший соперник, боец. Но я себя не считаю хуже, чем он или кто-то там другой. Поэтому я в себе уверен и я уверен, что я выйду, выиграю и все. У меня тоже просто вопрос, не, хорошие слова. Ты говоришь, пишут, где пишут, ты комментарии читаешь. Да, ну, бывает этот, инстаграм просто заходишь, одно и то же там, Нариман другой уровень. И так, да, я не отрицаю, Нариман крепкий соперник. Ну, пойми правильно, просто, если, например, да, я всегда думаю, как комментарии пишут, сколько бойцам, например, достается разного там хейта. Ну, надеюсь, что в основном люди пишут, красавчик там, газуют туда-сюда. Представляешь, все это читать, это с утра до вечера реально можно инстаграм читать. Ну, это же бросается в глаза, когда просто вот как-то листаешь, обновляешь одно и то же, одно и то же. Второй вопрос у меня к Марифу Пираеву. У нас такая небольшая затевалась там, ну, как бы бой как-то нам хотели назначить на хардкоре, когда я только начинал сейчас. У тебя десятого бой здесь, у меня, ну, там, через несколько дней тоже финал уже на хардкоре. И вот хотел бы после этого вызвать тебя подраться, потому что ты на конференции там говорил, что ты снотворное, будешь усыплять, что усыпишь, и надо такой бой сделать. Вот, я тебе хочу доказать обратное, что все будет наоборот. Проблем нету, давай вперед, не будем забегать. У тебя есть свой бой десятого, у меня есть свой. Пройдут наши бои, потом поговорим. Вперед, я всегда готов с любым. Финал выиграешь, брат, даст Бог. Нормальный гонорар, мы готовы хоть одиннадцатого подраться. Проблем нет. Ну, я надеюсь, что... Ты же бесплатно дерешься везде, какая разница. Это, это все в прошлом. Все, свободен. Пока еще нет. Ну, в этом бою я на самом деле буду болеть за тебя, честно скажу. Но считаю фаворитом Нариману. Примерно... Ну, за это точно за душу. Пять к одному. Все, хорошо, давай. Марив, не могу не спросить. Только не провес, хорошо? Не, не, не провес, не провес. Очень многих интересует тема. Вот мы с Камилом говорили об этом. У него есть там своя точка зрения. Но я хотел бы, чтобы ты сам просто рассказал. Был один период, когда, ну, все об этом знают, между тобой и Камилом был конфликт. Каким образом получилось его уладить? Да, у нас никакого конфликта не было. Просто чуть недопонимание получилось. Все, Камил, он... Не, во-первых, это мой молодой. Да, какой конфликт? Конфликта никакого не было. Мы поговорили и все. Но мы все поняли, о чем он. Но, смотри, знаешь, когда меня вообще отпустило? Вообще окончательно. Когда он сейчас выиграл у моряка? Вот после этого меня отпустило. Он же должен был это сделать, правильно? Вот после всего того, что мы тогда видели в том бою. Сейчас Марив, если бы не выиграл, то я думаю, что у него это чувство недосказанности. Может быть, всю жизнь было. Не буду сейчас за Марив, он сам все скажет. А сейчас он выиграл, и он как будто вообще закрыл эту страницу. На самом деле, хорошо, что ты задал этот вопрос, потому что многие тоже до сих пор задают этот вопрос. Вот как раз Камил тоже ответил. Я тоже, я всем говорю, это старший товарищ мой. Мы с самого начала моей карьеры знакомы, общаемся. Поэтому мы поговорили, и все, поняли друг друга. И все, это в прошлом все. Ну, отлично. Закрыли эту тему. Да, Карахан. Карахану можно и без микрофона задавать вопрос. Приветствую всех. Всем ассалам алейкум. Уже вот такая традиция зародилась. Заключать пари с главой организации Камилом Дурашидовичем. Ни для кого не секрет, Камилом Дурашидович не скрывает то, что он не верит, что Марив сделает вес. Я к ним в баню хожу по воскресенью, да, все знают. Вот. Так как Камилом Дурашидович не верит в это, а я в это верю. То, что Марив сделает вес? Да, что Марив сделает вес. Я просто сказал свое мнение, что я не верю в это. Камилом Дурашидович не скрываете вы этого свое мнение, что вы не верите в это. Айфонами расплатятся. Я хочу заключить такое небольшое пари на два новых айфона максималки. Я ставлю на то, что Марив сделает вес. Ну, непосредственно. Если вы принимаете пари, то... Может кто-то другой примет? Не, я готов. Ну, может быть, чуть повыше со мной. Я готов только разбить руки. Я у него верю. Чуть повыше принимаю. Мы только принимаем ставки. Нет, с вами надо на финансы спорить. Контору надо разносить. А вы айфонами берете один из ставок? Если спорить с конторой, надо разносить. Вот смотри, вот давай ситуацию. Я пришел в ваш пункт, да? И говорю, у меня тут два айфона новых. Нет, так нельзя. Так нельзя, да? Ну что, на 500 тысяч? Ну, у вас там ломбард рядом, правильно? Нет, никаких ломбардов, все честно, все официально. Кстати, приложение один из ставка как? В прошлом году выиграла премия «Лучшее приложение года». Надо подписывать срочно. Шарип. Камил Абдуршич, принимай предложение. А, давай, что, два айфона, что, Мариф не сделай? Да, да. Хорошо, смотри. Карахан, нет, вот сейчас так пожмем, смотри. Или мы здесь вот так пожмем. Предупреждаю. Я буду рад проиграть. Ну. Хорошо. А я буду рад выиграть. Все, все честно. Карахан легкий деньги, да. Смотри, еще момент, Кара. Сделал вес и будет бой, тоже разные вещи. Сделает вес и будет бой. Потому что там есть условия, при которых бой все равно будет. Нет, если он не сделает вес, я проиграл. Бой пускай будет, я проиграл. Все, все честно. Лаш, разбей, два айфона максималки. Все, Камил, решим вопрос. Все. Нет, ну тут такой момент, как бы там же есть допустимый вес и условия. Нет, нет, чисто сделает, не сделает, 70 килограммов 800 граммов. Все, зафиксировали. 70-800. А сколько ты вещь, Нариман? Я приношу два айфона и отдаю. Нет, в этот же день ты не успеешь. У них бой закончится в 20-30. Он с собой принесет на всякий случай. У них бой закончится. Купи тогда два айфона. Нариман, сколько ты видишь? Вага, у нас весы есть? Весы, неси сюда весы. Камил, у нас еще наш преданный друг Альфреда готов. На победу Наримана Марифа на 5 миллионов поспорить. Слушай, Альфреда такой, смотри, Альфреда такой талантливый человек, за него все время кто-то говорит. Подождите, дайте ему микрофон. Друзья, говорит, близкие добиваются. Да я ничего, что ты говоришь, что делать? Человек-то сказать. Ты же спор хотел заключить на победу. Не, но я готов, если есть кто-то в зале на один миллион рублей то, что Мариф выиграет, я готов поставить там. Хорошая история. Не, реально, есть кто миллион готов поставить, что Нариман выиграет? Я готов. Готов? Хорош. Миллион рублей. Хорош. Ну, можно поспорить. Не, можно или спорим тоже. Если качаете, качайте. Я спорю за то, что вот Мариф победит там и все, в принципе. Сейчас, подождите. Ты готов, Эмин? Я спорю. Выходи сюда. Я спорю. Вот у нас есть. Смотри, Альфреда. Вот Эмин. Я спорю с одним человеком, естественно. Да, с одним. Смотрите, подождите. Эмин, ты так лично не воспринимаешься. Может, со всеми разбогатеешь. Ты так разогнался на Альфреда. Это же просто спор, бля. Хайп, если закроются. Понятно, это же просто спор. На Альфреда лучше не разогнаться. Он мастер спорта по дзюдо. Да, давайте, выйдите сюда. Альфреда. Выходите сюда. Это не шутки миллион рублей. Это же не два айфона. Вы тоже сделаете им сразу. Кара, это же не два айфона, это лям. Альфи, какой радостный. Первый раз на большой сцене наш брат. Сейчас, подожди, подожди. Честно сказать, если бы не висогонка, я бы и 5 миллионов поставил бы на Марифа. Красавец. Да, но здесь слышим тебя. Видишь, Мариф? Смотрите. Во-первых, хорошо, когда есть такие друзья. Согласны? Давайте аплодисменты обоим. Красавцы. Во-вторых, я сейчас кто-то записывать, нет? Чтобы потом не было там. Ну, какая? Кара, запиши. Значит, видишь, какой хороший пример ты подал. Значит, условие такое. Бой же может не ставиться, мы все время провес. Ну, мало ли, может травма, еще что-то. Не дай бог, заболеет кто-то, да, и так далее. Если этот бой состоится, то... Если этот бой состоится, то... Альфредо, озвучивай. Если этот бой состоится, и Мариф победит... Если этот бой состоится, и Мариф в нем победит... Вот это вот первое решение, не которое там апелляция или что-то еще. Вот это первое решение, Мариф в нем победит. То я выигрываю один миллион рублей. И все остальное... А вес? Не, вес тут ни при чем. Если он вес не делает, я ничего не отдаю. То есть, если вес не делает, то спор. Не, если вес не делает, нету боя. Да, речь идет исключительно о боя. Все, я согласен. То есть... Давай теперь поясним. Да, я полностью согласен. Да, полный газ. Почему ты согласен? Мои условия, я согласен на его условии. Если он делает вес, и он делает вес, если проводится бой, то... Если проходит бой, кто-то... Да, что мы все время вокруг веса. Сейчас потом начнем цепляться. Если бой состоится, бой состоится, и Нариман выигрывает, то ты получаешь миллион рублей от Альфреда. Если бой состоится, и выигрывает Мариф, то миллион рублей будет добр сюда. Все. Расчет... Расчет... Нет, расчет в течение 24 часов... Это кто такой? Сядь на место, пожалуйста. Расчет в течение 24 часов после боя. И такая небольшая поляна для организаторов. Все, пожарь руки, давайте. Альфреда, жми. Все, красавцы. Поехали. За твоими три рога мы следить будем теперь. Всем стол накрою. Не, реально пожалел Альфреда. Ну все, кстати говоря, Альфреда вы все знаете, он представление... Альфреда, ты сейчас сам, если тебя бы мы представляли, ты бы сейчас сам как сказал? Альфреда? Представь. Блин, ну Альфреда блогер... Альфреда Марифа близкий друг, да? Это мы уже поняли. Альфреда блогер, владелец хайфайтинг. Вот. Владелец хайфайтинг. Он знает, что делает. Он владеет лигой, которая занимается профессиональными поединками. Кстати, вы попадаете в шердок? Нет. Не отправляете, да? А у вас правила какие? У вас пятиминутные раунды? У нас, короче, плавающие правила. У нас плавающие правила. Где-то три, где-то пять. Основа у нас бокс-перчатка ХМА. А, все. Хайфайтинг номер один, хардкор номер два, наше дело номер три. Вот это все уже дальше идет. Хорошо, что нас в этом списке нет, мы как бы вне. Эмин, теперь давайте Эмина представим. Подожди, второй, кто спорил, это наш партнер, компания Шерлок Холмс, коммерческая недвижимость и все такое. Но на турнире узнаете более подробно. Сразу видно, что люди с ним пришли, молодец. Давай о себе немного. Ну, представители Шерлок Холмс, компания, продаем недвижимость, инвестиции в Турцию. Так что, если что, кому-то нужно будет, с удовольствием обращайтесь, мы поможем. У нас реальные деньги, вы видите прямо сейчас. Хорошо, спасибо. Пацаны, мы вас смотрите. Давай. Дядь Камил, еще такой вопрос. Скажите, что у этого Шерлока очень плохо работает дедукция. Дедукция? Не переживай, главное, чтобы ставку твою сыграл. Это за остальное все не важно. Ставка сыграет, ты за ставку не переживай, брат. Давайте так тоже договоримся, что мы вас во время... Ставки готовят. Мы вас во время... Шарип, надо не забыть нам. Ты опять ушел, что ли? Значит, вот то работает. Во время боя, во время вообще турнира, давайте Эмина и... Ну, вас вообще... Ты с командой будешь, Альфреда? Ну, ты там, еще пару человек. Ты с ним. Мы скинули. Ну, ты же секундировать его не будешь в это время? Будешь. Хорошо, тогда вас вместе не посадишь. Я вас хотел прямо вместе посадить. Хорошо, тогда нужно крупным планом снимать и Альфреда, и Эмина во время этого боя. Это же тоже поединок, можно сказать, правильно? Всем ассалам алейкум. Приветствую всех. Меня зовут Аллахсет Мамеев. Я боец по Пума. Был бойцом Хайпа, но как перестал Альфреда брать трубку с меня, я перешел на Харкор. Вот. И у меня есть послание. Послание тебе, Камил, от Тахира Абдулаева. Он сказал, что передай ему, сейчас только что по видео, что когда я поделюсь с Буториным, я стану его любимым бойцом. И он будет стоять на меня, когда он будет спорить с Амиром Мурадовым на 100%. И вопрос к Буторину. Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать, когда перед тобой будет стоять танк, а окопа нету? Я думаю, все знают меня, что я не люблю отходить назад. Я думаю, это будет столкновение лоб в лоб. И мне никакие, знаете, мне никакие танки не страшны. Я парень из Сибири. И знаете, оттуда, откуда я вырос, откуда я, как сказать, появился в этом медиапространстве, мало бы кто смог бы пройти такой путь, который прошел я. Так что мне никакие ваши танки не страшны, понятно? Но если ты встретишься лоб в лоб с танком, тебя просто переедут, братан. Все. Мы посмотрим 10 июня, кто там кого переедет. Я там буду, увижу. А Тахир, что он сказал бы, сам передал бы, что он через кого-то передает. Ты не переживай, он здесь на видео появится и тебе передаст, и Камилю передаст. Отлично, отлично. Все. Еще хочу сказать, я еще не сказал. Сейчас, секунду, братан. Насчет Марифа. Я сейчас скажу, секунду, да. И ты же мне обратился правильно, я тоже отвечу. Еще ничего между Буториным и Абдулаевым не произошло. Уже такое напряжение. Есть такой момент, да? Уже все. Спортивное напряжение. Да, я именно поэтому подумал, что этот бой нам всем нужен. Потому что вот все понимают, что встретятся два бойца экстра-класса. И ни один из них не делает шаг назад. Макс, когда услышал Тахир Абдулаев, он сказал, о, я как раз этот бой хотел. Это в качестве как бы ответа, да? А кто станет любимым бойцом, вполне возможно. Ну а пока в 77 килограмм, вот мой любимый боец. Ну он это заберет. Но это мы посмотрим. Посмотрим, конечно. Удачи вам. Без травм, главное, подойди. И главное, подойди к бою. Все. У него максимум шанса, это в 70 килограмм стать любимым бойцом Камила. То есть он же дрался в 70. Нет, в 70 тут занято все. Кстати, Мага, ты готовишься на... Ты же три раунда готовишься, в голове где-то держишь пять. Ну я сейчас не говорю про вес. Ничего, не будем уже эту тему поднимать. Марифю не любит. Именно мало ли там, всякое может быть. Как ты готовишься? Есть три, есть пять. Во-первых, я недавно узнал имя своего соперника. Это Роман Авдал, крепкий боец. Поэтому ему ни в коем случае за спину не заглядываю. Недооценивать его не собираюсь. Поэтому готовлюсь к нему. Но также в голове всегда держу то, что я должен драться пять раундов. Я готов буду именно пяти раундами, буду готов драться с Нариманом. Так что я готовлюсь к обоим. С этим нет проблем. Камил, есть предложение по поводу боя с Тахиром? Если Тахир не любитель назад отходить, может пять раундов подеремся с ним? Просто так, в качестве исключения. Походу с двумя хочешь подраться. Подключить надо по видео Тахира. Ну то есть есть такое... Ну ты же представляешь сейчас интерес Тахира. А на кого мне смотреть? Туда что ли? Ну ты же за него сейчас вышел отвечать. А давай позвоним ему сейчас. Я думаю в этом нет никакой проблемы. Я просто предложил пять раундов подраться. Что в этом такого? Только смотрите. Важно. Давайте исключим ситуацию. Лаша. Я, да. Послушай. Давай исключим ситуацию, при которой Тахир, знаешь как? Есть видео, да? Есть, да? При которой он... Сейчас, подожди секунду. Вон там Тахир. Тогда я, можно сказать, ему говорю, вам, кто с его телефоном. И просто всех зрителей предупреждаю. Мы просто все не раз наблюдали следующую ситуацию, да? Когда, например, бойцу звонят и говорят, будешь с этим? И все же пацаны, все говорят, конечно буду, вперед. Даже если он там не хочет этого боя или не готов и так далее. И сейчас, если мы ему пять раундов предложим, нам не нужен сейчас ответ. Не то, что мы, Макс предложил, да? Нам не нужен ответ просто потому, что там бывает пацанское. Да, пять раундов там. Если он предложил, я беру. Нет. Нам нужен ответ человека, который хорошо подумал. Совершенно верно. Поэтому давайте сейчас Макс предложит, а Тахир подумает. А ответ на этот вопрос мы услышим только завтра. Да. Вот давайте сутки Тахиру предоставим. Если он говорит три раунда, он же не перестает быть Тахиром, Дулаевым, танком или бойцом, который мы ждем. У танка бензин заканчивается в третьем раунде, да? Он ходит на бой 100%. Понимаешь? Если ты в себе как сомневаешься, что ты за 15 минут ничего не можешь сделать, да? Или ты надеешься, что у него... Почему ты сомневаешься? Я просто хочу, чтобы наше интересное противостояние продлилось подольше. Если ты сомневаешься, что у него... Ты надеешься, что у него бензин, чтобы у него бензин закончился, что ли? Он может за 15 минут тебя справиться. Зачем тебе пять раундов? Понимаешь? Это мы посмотрим. Ты говоришь... Постучи меня, ты сам себя противоречишь. В чем? Ты говоришь, давай 10 минут выйдет. Смотри, 10 минут. 10 минут мы увидим, да? Танк соляркой заправляет. Постучи меня. Постучи. Слышишь? Ты говоришь, 10-го увидим, да? Сам себя противоречишь. Так выйди 10-го. Не надо гадать. Пять раундов, три раунда. Ты выйдешь на бой и все. Я что, собираюсь отказываться от боя? Какие вещи ты говоришь? Тогда тебе 15 минут мало, что ли? Нет, так подожди. Причем здесь мало. То есть, ну, у нас есть зритель, да, который хочет посмотреть интересный бой. Чем больше этот бой продлится, тем лучше для зрителя, я считаю. Так что если он уверен в своих силах, уверен там, не знаю, то пусть выходит. Я думаю, 15 минут до этого достаточно будет. Как бы я предложил, дело за вами, ребята, я не настаиваю. Мы, короче, услышали тебя. Макс, давайте еще раз формулируем. Макс, ты предлагаешь, ты предлагаешь подраться пять раундов. Я от себя говорю. Если это Тахиру интересно, если он считает, что это время для него драться пять раундов, я готов. Но если он скажет, нет, мы деремся три раунда, значит мы деремся три раунда. Все. Я могу еще предложить, давай по правилам прайда. Каждый, если будешь предлагать, тогда мы отойдем от правил организации. Если договорились так, давайте завтра обсудим без проблем и решим все. Это предложение Макса. Если у Тахира есть встречное, его тоже обсудим, правильно? А в итоге мы согласимся только на то, что удобно для обоих бойцов. Потому что ни один не должен находиться в неудобной ситуации. Вот и все. Правильно. Ну все, поехали. Завтра тогда поговорим на эту тему, хорошо? Завтра, все. Да, спасибо. Давайте еще один отсюда вопрос. Всех приветствую. Это больше вопрос, наверное, к организации. Сейчас мы знаем, у вас в 77 килограмм должна быть защита у Дмитрия Бекрёва, правильно я понимаю? В июле, скорее всего, наверное, месяце. Ну, я могу ошибаться. Не хотели бы вы рассмотреть, допустим, бой Максима Буторина и Тахира как претендентский? Ну, за спину, конечно, Бекрёву мы не можем заглядывать. Если Бекрёв проходит, ну, защищает свой пояс, то этот бой сделать как бы претендентским. Также будет, сейчас, прошу прощения. Камил, можно я отвечу? Да, сейчас, сейчас, сейчас. Как бы, ну, не будем заглядывать за спину, но знаем, что Максим хочет бой с Бекрёвым. И как бы это был бы, наверное, какой-то стимул для обоих бойцов, как для Максима, так и для Тахира. Спасибо. Можно, да? Я вот тоже как бы не любитель заглядывать за спину, но там еще есть парень у нас один, Гойти такой, да, знаем все его. Он как бы в очереди тоже на, не буду матом ругаться, ну, на люли. Так что, так что, дай бог, Тахира выиграем, следующий Гойти, и там уже, не знаю, может, из Гойти завременно пояс, и там Бекрёв не подерется. Не знаю, у него все травмы, травмы, ему уже на пенсию пора. Да, дополню, во-первых, Бекрёв сейчас 3 июля будет драться с Колодко, с Русланом, это раз, будет защищать свой пояс. Вообще, мы думали, что этот бой 10 июня пройдет, но Бекрёв, мы знаем, травмирован, и ему дали время до 10 июня, раз. Во-вторых, сделать бой Буторина и Тахира претендентским не очень справедливо, ну, по отношению, например, к Пронину, к тому же, к Ермоленко, к Рюкову, ну, к тем, кто в 77 килограммов давно, да, они там выиграют, проиграют, все друг у друга уже по разу выиграли, проиграли, но они давно уже в организации, много боев провели, и тут бах, и Тахир сразу с первого раза, в случае победы получает титульный бой, не очень справедливо. Я не говорю, что невозможно, просто не очень справедливо, пока. Ну, посмотрим, может в этом бою случится что-то, после чего вся страна будет говорить, дайте Абдулаеву бой титульный. Давайте тогда в завершение этой темы, хорошо, что по согласному бою поговорили, в завершение этой темы, у меня предположение, что Тахир, он готовился, он, в принципе, тренировался, да, мы это знаем, они сейчас с Нариманом тренировались и так далее, но он только позавчера узнал, что он будет драться с Буториным, то есть он только позавчера начал конкретно готовиться к бою, а не просто тренироваться. А это меняет подготовку, да, и вообще даже просто психологически. И поэтому сейчас, может быть, он не готов к пятираундовому поединку, это вполне возможно, он может сказать, это другая подготовка. Ну, давайте дождемся, все, резюмируем, завтра получим от Тахира ответ, и этот ответ лаж. Обязательно в наших социальных сетях, Дим, надо обязательно эту историю качнуть. Шахриат, у меня к тебе вопрос. А скажи, пожалуйста, вот за столько лет, почему не получилось провести ни одного турнира в Азербайджане? Вот ты говоришь, встречались с президентом, квартиру подарили, неужели турнир нельзя организовать? Вот хороший вопрос. Я думаю, что можно делать. Вот впереди об этом мы думаем, можно. Просто вот это UFC, не UFC, там Запад, не Запад, вот эти моменты были, за это немножко вот думали, поедем, не поедем, там, предложение, если честно, было там Беллатор, там, можно подписать, даже люди были, это ПФЛ. Лучше туда пойти, я думаю, что Нариман, его здесь знают, у него своя публика есть, он чемпион, он готовится, ему нравится здесь. Почему бы человеку вот нравится, человек стабильный человек. Пусть, я думаю, что Наримана босс тоже, каждый раз ему вот ребята дают. Ну, Марик тоже интересный бойец, у него, если ему пишут, там, ты выиграешь, не выиграешь, это тоже уже нормально. А насчет боев в Азербайджане, провести в Азербайджане, я думаю, что мы думаем, даже предложение есть, мы об этом поговорим, вот министр спорта сказал, что мы можем делать, там, какие поддержки надо будет. Я помогу с турниром в Азербайджане, я от 10-го выиграю и дам реванш Нариману в Азербайджане как раз. Отлично, аплодисменты. Сразу, да, готовый реванш? Подождите, я просто, я просто не хочу. Извини, брат. Марив, честно, если хочешь прогноз от меня, ты, мне кажется, как боец в техническом плане, ты лучшего Наримана, но, я думаю, визагонка все-таки погубит тебя и Нариман выиграет. И придется мне уже отбирать у него пояс. Ну, я спокойный. Зато честно, Марив, зато честно. Камил, а можно вот Мухаммеду все-таки слово еще дать? Мухаммед, вот скажи, пожалуйста, твое вот личное отношение к участникам главного боя. Честно говоря, я ни за кого из них болеть не буду. Прогноз я свой дал. Ну, у меня один вопрос был только Нариману, он вроде сейчас неразговорчивый, я просто... Я его отметил, там, stories, ничего такого не было, зачем, там, недовольным, там, писать мне, там, директ, я не знаю, кто за него пишет. Но, в любом случае, я хочу сказать, Нариман, мы с тобой на личности лучше не будем переходить? Что ты мне писал-то? Мне писал. А? Я пенсионеров играл. Кто писал? Ты писал, что ты пенсионерами. Где я видел это? Ты написал. Давай, у меня скрины, все есть. Ты пишешь, жди свою очередь. Я в своей очереди. Правильно он сказал, жди свою очередь, а что? По-своему же, да? По-своему, правильно. Потом отвинил, там, кто-то за него пишет. Я, в принципе, нормально к обоим отношусь, но я хочу сказать, единственное, то, что там, на личности лучше мы не будем переходить, потому что я не готов потом это как-то урегулировать, и если меня заденут, я до конца готов идти. В общем, не нарываться, да? Это уже криминальный разговор. Идем дальше. Убираем, но мы поняли, что ты имел в виду, Маг. Нет, ничего криминального, просто старшие, знаешь, не всегда могут решить вопрос, хотя к старшему у нас только уважение. У меня вопрос вот к президенту Лиге Камилу Гаджуеву. Как мы знаем, Нурло Алиев буквально недавно вылетел в США и сейчас находится там. Как вы думаете, какие у него перспективы там за океаном? А он будет драться в контендере? Ну, пока что неизвестно. Да, ну, это? Ну, за океаном, скорее всего. Я, ты знаешь, я за то время, пока Нурло выступал в России, я до конца не смог решить для себя, все-таки, какого уровня этот боец. Так скажу, объясню. Он в 70 килограммов дрался в GFC, когда было горилла, да? Там он хорошо себя чувствовал. Потом он перестал делать вес. И он начал драться в 77. В 77 он начал испытывать сложности определенные с бойцами, ну, которые являются хорошей проверкой, на самом деле. И вот я думаю так, если у Нурло с диетологом, с весом все в порядке, то в 70 килограммов за счет габаритов он будет хорошим бойцом. Если Нурло собирается драться в 77, ну, или не может делать вес 70, ему будет очень тяжело в Америке. Ну, я думаю, что он сможет, у него есть народ, который его поддерживает, там, дальше больше, иншало. Ну, народ, который поддерживает, это хорошо. Да, это по-любому. Но тут важен вопрос все равно, я тебе говорю, чисто профессиональный. Если он в 70, ну, Нурло хороший боец, но это тот случай, когда он в Америке, но здесь, в России, еще не было очень серьезной оппозиции. Пусть Кирилл Крюков и Саша Гребнев простят меня, но, как бы, они все равно хорошие бойцы, но это не топ бойцы, которые действительно являются хорошей проверкой. Смог бы Нурло эту проверку пройти или нет, я не знаю, может быть, и смог бы. Поэтому мне сложно ответить, что его ждет в Америке. Все, спасибо. У меня просто, я не могу удержаться. Я на место потом встану, я сейчас не на это надвигаю сейчас. Да? Ну, хорошо. Он знает, что я хотел, я просто на эти весы смотрю уже, я на эти весы смотрю уже час. Хорошо. Я никому не скажу, какой у вас вес, вы вот так встанете, видеть буду только я. Я для себя хочу. Так, ну что, давайте, может, фейс-то-фейс. Ну, что, страдал, да, поехали. Давайте один фейс-то-фейс. Марив Пирайев. И действующий чемпион MC Fight Night из Азербайджана Нариман Абасов. Давайте поддержим, пацаны. Поехали. 10 июля. Москва. 10 июля. 12 июля. 12 июля. 3 июля. 4х Рow. 8 июля. 5 июля. 5 июля.